Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал АРЭН «Новости Анапы. Регион» в студии Кристина Рабина. Партнер программы «Новости» – анапское производственное предприятие «Меркурий-2». И сегодня выпуски. В Анапе меняют объекты дорожного хозяйства. Самая сладкая – семья Анапы. Анапские яхтсмены стали чемпионами России. И сейчас обо всём подробнее. Специалисты управления муниципального контроля провели мониторинг торговых точек селевитязева на проходе к морю. В отношении недобросовестных предпринимателей возбуждено более 10 административных производств. Муниципальный контроль провел мониторинг 800-метрового прохода к морю под названием «Параллея» от пересечения Южного проспекта и улицы Черноморской до пляжа. По обе стороны прохода расположено большое количество ролетов, павильонов. Практически каждый предприниматель стремился увеличить торговую площадь своего коммерческого объекта за счет муниципальной территории. Сотрудниками управления муниципального контроля проведен осмотр территории прохода к морю. В ходе осмотра были выявлены нарушения. Сотрудники управления муниципального контроля предупреждали предпринимателей о административной ответственности по данным нарушениям. Если предприниматели не устраняли данные нарушения, в отношении их возбуждалось административное производство. Возбуждено 12 административных производств. Специалисты направили материалы на рассмотрение административной комиссии, где определяют сумму штрафа. Несмотря на то, что размеры штрафа в размере 2000 рублей, в основном предприниматели считают незначительными. При повторном нарушении ситуация абсолютно другая. Штраф возрастает на порядок и несколько протоколов явно ударят по карману недобросовестному предпринимателю. Ко дню ГАИ в Анапе усовершенствовали дорожное движение. Подарки получили и водители, и пешеходы. Федеральная дорога Субсехи как речное русло. Отсюда на работу в город отправляется масса людей. И уже давно возникла необходимость установки дополнительных остановок. С такой просьбой представители ТОС обращались к главе Анапы Сергея Сергееву. На этой неделе дорожники порадовали субсехцев новым остановочным павильоном. И как раз кстати, теперь есть пассажирам, где укрыться от непогоды. Множество нареканий у жителей города, особенно у отдыхающих, вызвал пешеходный переход у речки Анапки. И водителям неудобства, постоянно собирающаяся пробка. Теперь заторовая ситуация решена. В Анапе установили новый светофорный объект. Удобно, а главное безопасно. Дождались подарка и витязевцы. В этом курортном селе автобусных остановок было днем с огнем не сыскать. Местные жители ориентировались по привычке, а отдыхающим все время приходилось спрашивать, где останавливается общественный транспорт. Теперь в Витязево пять новых остановочных павильонов. Все работы произведены за счет небюджетных средств. Такой вот подарок пешеходам и водителям курорта ко дню образования автоинспекции. К исконно русскому празднику Петра и Февронии, Дню семьи, любви и верности, наша телекомпания расскажет о самых дружных и активных семьях курорта. Сегодня мы отправляемся в гости к семье Пономаревых. А мы к вашему приходу Наполеон испекли. Встречает нас хозяйка дома Наталья Пономарева. В этой семье сразу попадаешь в атмосферу уюта, тепла и светлой радости. Наталья и Сергей Пономаревы в этом году отметили серебряную свадьбу. Мы знакомы, 45 лет знакомы. Мне было 15 лет, ему было где-то перед армией 18 лет. Он дружил с моим братом. На велосипедах гоняли. Затем он ушел в армию, я закончила школу. А потом неожиданно встретились на работе на Анапском хлебозаводе, где Наталья работала сначала в хлебобулочном, а затем в кондитерском цехе. Сергей мастерски делал торты. И семья получилась сладкая. Учились друг другу прощать, не обращать внимания. Главное – доверие, понимание. Муж у меня хороший. Кроме того, что он кондитер, он еще мне вчера рыбу наловил, целую чашку покажу сейчас. Помогает во всем. Нет такого разделения труда. Это мое, это твое. Путь к сердцу мужа Наталья нашла простой. Борщи хорошие варит. Супруги воспитали двух замечательных дочек. Старшая Виктория работает в Управлении архитектуры и градостроительства администрации курорта. Младшая Виолетта заканчивает Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штиглица. И уже приглашена в Милан для продолжения там своего обучения и работы. У нас очень мало вестей. Практически были времена, когда у нас каждый день просто кто-то приходил. Мы вместе сидели, пили чай, тортики ели маминой. Вот, воспоминания в детстве тёплые остались. Потому что степлые. Ну да, сладкие такие. Виолетта привезла в гости к родителям ещё одного будущего члена семьи. Клемент Вельш – француз. Но уже приобщился к кулинарному искусству, которое любят в семье. Научился лепить вареники. Супруги Пономарёвы всегда и везде вместе. Работают на благо общественности, путешествуют, ведут хозяйство. Наталья – человек активный. Муж и дети всегда поддерживают все её начинания. Они нашли для себя рецепт счастья и прочных семейных отношений. Первое – это, конечно, любительный человек. Ну, а потом немаловажный такой фактор, как прощать друг друга. Уметь прощать. Да, уметь прощать. И с каждым годом их любовь становится всё крепче. Анапские яхтсмены выиграли звание чемпионов России в Таганроге. В конце июля отправятся покорять мировые масштабы. То, что в Анапе развивают водные виды спорта, ещё раз доказали анапские яхтсмены. Чемпионы России признаются – выиграть себе путёвку на мировой чемпионат в Греции не составило большого труда. А всё благодаря усердным тренировкам. Мы благодаря новому яхт-клубу провели хороший сбор, были сильнее, ну и, в принципе, довольно легко выиграли. Мы очень довольны, что наконец у нас появилась возможность тренироваться в нашем любимом городе, потому что здесь очень хорошие погодные условия. Любой яхтсмен, который приезжает, понимает, что именно здесь ты добьёшься результата. Парни занимаются этим видом спорта с раннего детства. Множество соревнований, усердных тренировок. И вот в конце июля они представят не только наш край, но и Россию на чемпионате мира. Теперь им нужно доказать, что кубанские спортсмены номер один. А пока юные яхтсмены ловят свою волну. Дарьи Горный тоже недавно вернулся с соревнований. Проходили они в станице Голубицкой. Занял третье место, но уже готов к более серьёзным испытаниям. Секрет моего успеха – это воля к победе, тактика и скорость. Нам остаётся только пожелать спортсменам поймать за хвост фортуну и не отпускать её до конца чемпионата. Чтобы мир вокруг стал прекраснее, нужно каждому приложить усилия. Начать с себя, собственного дома и двора. Дворик по улице Новороссийский участвует в конкурсе «Самый лучший дворик». У двора на обчанке Любови Асланян раскинулся настоящий зелёный рай. Когда в нём распускаются цветы, наступает праздник ярких красок. Многие отдыхающие выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться на фоне зелёных насаждений у скульптуры орла, сидящего на камне. Мы решили камень поставить, но думаю, что-то на нём не хватает, на этом камне. Была в суче, отдыхала и привезла оттуда орла. Там маленькие ещё были, но те оторвали дети. И он украшает. Но на этом красота не заканчивается. Во дворе расположился фонтан – старинный замок. Любовь Григорьевна 9 лет назад мечтала, чтобы здесь журчал ручей или струился фонтан, который бы успокаивал и дарил прохладу. И тогда себе в подарок на юбилей хозяйка решила на месте клумбы сделать по собственному проекту дизайн сада с водоёмом и альпийской горкой. Вечером, когда выходишь посидеть в кресле, включаешь фонтан и смотришь на него. Водичка успокаивает. И как будто ты находишься на природе. В прошлом году в фонтане жили рыбки и лягушки. Чтобы вода не цвела, раз в месяц Любовь Асланя начищает водоём от сора. Листья, случайно попавших насекомых, водорослей. Перед запуском водопада поверхность камней обильно поливают водой. И, конечно, регулярно доливают воду в чашу, поскольку со временем она испаряется. Всем это нравится, уютный дворик, говорят, так хорошо, тишина, возле фонтанчика посидеть, кофе попить, чай. Любовь Григорьевна имеет ещё много планов на дальнейшее благоустройство двора и отмечает, если бы все следили за чистотой и озеленяли придворовые территории, наш город был бы краше. Природные минералы – вещь уникальная. Это не просто украшения. Они лечат и помогают. Правильно подобранные камни придают силы и энергии. Лечебные свойства камней давно изучают на Тибете. В Анапе начала работу удивительная выставка «Мир камня» из Санкт-Петербурга. Топазы и гранаты, бирюза и яшма в серебре, розовый, белый и чёрный жемчуг. Удивительной красоты камни в коже, серебро в позолоте. Изящные серьги, великолепные подвески. Украшения на любой вкус, цвет и достаток представляет выставка продажа «Блеск самоцветов», которая начала свою работу в нашем городе. Качественная бижутерия и авторские работы известных российских и зарубежных ювелиров. Тема итальянских дизайнеров. Здесь представлены последние разработки их. Они считаются в мире законодателями по ювелирной моде. Великолепные уральские изумруды в золоте. Без пропиток, только природный минерал. На выставке можно найти копии известных старорусских украшений и работ зарубежных мастеров. Всё русское снова выходит на передний план. И нам для этого никакого особенного труда не нужно. Почему? Потому что русская мода всегда была очень интересной. И приезжая на европейские дорогие курорты, женщины русские были законодательницами мод. Фаберже стал использовать изящную подготовку под показ драгоценного камня. И во всех изделиях это является как бы фаберже, стилем фаберже. Когда было положено изящество ювелирной работы на драгоценные русские камни. И мода сегодняшнего дня идёт настолько интенсивно, и всё русское снова поднимается. Можно не только полюбоваться великолепием украшений, но и приобрести подарок себе и любимым. И тут же на месте проверить подлинность камней или принести украшения из дома и провести их оценку. В ювелирных украшениях используется громадное количество камней. А сейчас с развитием новых технологий ещё и много облагороженных камней, много синтетических камней. И поэтому у покупателей часто возникает вопрос, а что именно он покупает. Потому что всё красиво, всё хочется носить, но если ты покупаешь как камень-талисман, тебе важно, чтобы это был природный камень. Если ты покупаешь как денежное какое-то вложение, то это должен быть природный, драгоценный, качественный камень. Либо ты покупаешь доступное украшение, но хочешь, чтобы это были природные агаты, некрашенные агаты, фоксидоны, резобраз некрашенный. То есть все эти вопросы можно задать эксперту и получить на них ответ. Выставка только начала свою работу, а посетителей уже немало. Выставка всегда оставляет хорошее впечатление. Я непременно приобретаю для себя что-нибудь. У меня есть две молодые снохи, и поэтому ежегодно я прихожу на эту выставку. Вот авторские работы очень интересные. Выставка «Блеск самоцветов» работает ежедневно с 11 до 19 часов. И только 10 дней до 12 июля. Выставка располагается в морском порту Анапа, прямо напротив КАЗ. Окунитесь в мир красоты и найдите изюминку своего стиля. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В субботу 4 июля в Анапе облачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха днем 24-29 градусов со знаком «плюс». Ночью до 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. В воскресенье 5 июля в Анапе облачно, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов. Ночью до 23 градусов со знаком «плюс». Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной Горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной Горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости – анапское производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главные достоинства «Кавказа». Эти другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова